Информационная реинтеграция Донбасса в Украину. На Луганщине обсудили проект Министерства информационной политики. В июне его вынесут на рассмотрение Кабмина. Стратегию представил советник министра по вопросам информ-реинтеграции директора аналитического центра фабрика мыслей Донбасс Дмитрий Ткаченко. По его словам, сегодня жители неподконтрольной территории в закрытом информационном пространстве. Чтобы нарушить этот вакуум, ведомство берется противостоять пропаганде агрессора и возобновить украинское теле- и радиовещание на оккупированных территориях. Планируется построить вот эти две вышки в Новобахмутке, в Луганской области, в Покровске достроить. Но они закроют в основном только белые пятна. В Луганской области это позволит немного нашим сигналом покрыть Луганск. Но говорить о том, чтобы закрыть качественным телерадиосигналом на оккупированной территории, это, конечно, этот год этого не даст. Чтобы покрыть основные агломерации, нужно строить все вышки не 130 и не 180 метров, а 360. Цена такого вопроса, например, это 80 миллионов долларов. И уже с июня начнут издавать газету Донбасс Информ. Как рассказал Дмитрий Ткаченко, жителям временно оккупированных территорий при фронтовых городов, ее будут раздавать бесплатно. Запустить газету Донбасс Информ, это от 50 до 80 тысяч два раза в месяц, которая будет распространяться на КПВВ и непосредственно это будет одним из источников коммуникации Украины с теми людьми, которые находятся на оккупированной территории и постоянно перемещаются с этой территории к нам.